Подозреваемый в организации покушения на общественного активиста и журналиста Алину Радченко остался под стражей. Попытка адвоката помочь своему подзащитному пока не удалась. Ходотайство о смягчении меры пресечения рассмотрит другой суд. Подозреваемый Виталий Полютин по данным следствия является организатором и руководителем группы, осуществившей в сентябре 2017 года заказное нападение на Алину Радченко. Как считают обвинение и сама поторопевшая, причиной преступления стала ее общественная и журналистская деятельность. Нападение было совершено днем на Ледной улице. Активистка получила травмы головы и нуждалась в медицинской помощи. Подозреваемый свою причастность к преступлению отрицает. Его адвокат считает подозреваемые необоснованными и подал ходатайство об изменении меры пресечения содержания под стражей на ночной домашний арест. Патроны найдены, это как аргумент, что патроны найдены не в него, а на квартире, где он уже не проживает, а проживает его бывшая дружина с его дитиною. То есть такая позиция, знаете, что человек извиняет, что вот бывшая дружина, это ее патрон. Сторона обвинения считает недопустимым замену содержания под стражей на домашний арест, поскольку подозреваемый может скрыться от правосудия и влиять на свидетелей. Все эти семь нападей, которые происходят в Одессе, должны объединяться в одну справу и должны заниматься этим СБУ. В Киеве это организованное злочинное группирование, в Одессе это группирование, которым руководят галантерники Труханов. А все эти люди, которые сейчас, их не много, но и несколько виконавцев, это только пешки и виконавцы. Суд отказал адвокату подозреваемого удовлетворение ходатайства об изменении меры пресечения и удовлетворил ходатайство прокуратуры. В связи с тем, что следственное подразделение полиции находится теперь в другом районе города, вопрос о содержании Виталия Полютина будет рассматривать Киевский районный суд. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУ.